сергей пустовой интересно знать сколь магии в эзотерике если принципиальная разница в этих учениях насколько я знаю эзотеризм переводится как наука о тайном с моей позиции или как бы моя идея ли моя задача или мои мои пожелания это объяснить человеку принципиально простые идеи философии которые связаны с тем что как бы на поверхности лежит но мы это постоянно пропускаем и вот такие идеи они могут называться скрытыми идеями ну вот допустим я когда-то говорил куда течет любовь туда текут и деньги я говорю что с нами происходит те события которые обусловлены нашими чувствами плохие чувства возникают нашей душе в нашей сердце в нашем сердце плохие события происходят хорошие чувства возникают хорошие события а какие чувства значения не имеет и это как бы тайные знания которые человек волен применять или волен не применять ну и это является как бы таких вот концепции их очень много я их называю некими эзотерическими законами или идеями тайными потому что они о них никто не говорит они на плаву не плавают как бы выводы сделать сам по себе человек не может и собрав это или имея какие-то способности такие может быть и необычные я собрал между собой все эти идеи и попытался в начале отработать это если так можно сказать в своей жизни после того когда мне это удалось я решил что имею право поделиться своими идеями с теми людьми которые приходят в школу именно поэтому свою эзотерику я больше считаю наверное эзотерикой чем магии ну и когда человек начинает использовать мои идеи слышит их и сталкивается с тем что у него что-то происходит то у него появляется такая идея назвать это магией то есть он говорит жили-жили а здесь я начал зарабатывать как это произошло я говорю это наверно магия ну и вот так соединилась магия и эзотерика если принципиальная разница в этих учениях я думаю что это одно и то же но дело в том что эти слова сейчас на сегодняшний день они очень запятнаны в целом как в общем-то все к чему прикасается человек то есть человек такое существо что она может запятнать любую самую здравую самую хорошую самую красивую идею то есть вы знаете что если очень большое количество голодных людей стоит в очереди и после этого на каждого человека есть обязательно какое-то количество пищи и выделяют эту пищу для того чтобы все люди поели и каждый должен получить себе в тарелочку нужное количество пищи и этих людей создать для них одинаковые условия получения пищи и для тех людей которые раздают одинаковые условия раздавания пищи как бы автомата это сделает то все равно пищи многим не хватит почему эта особенность все люди хорошие но есть качество человеческие это врожденные качества они неплохие они неплохие для человека они помогают ему выживать они помогают выживать его потомству но в этот конкретный день эти качества могут повлиять на то что человеку он совершит проступок создав элемент несправедливости то есть его элемент который он создал несправедливости заставит кого-то проголодать а для этого человека это будет справедливо ведь он возьмет немножко больше для того чтобы отдать детям или отдать бабушки или на завтра оставить и так далее а кому-то не достанется именно поэтому нам свойственно быть людьми которые во всем ищут подвох нам свойственно быть людьми которые создают сами несправедливость и это как бы критерии обычного эволюционного процесса нет ни зла ни добра ни плохих нехороших есть эволюционный процесс в этой эволюции есть более низкая эволюция где люди сражаясь друг с другом обманывает есть более высокая эволюция где человек восхищаясь и радоваясь радуясь вернее тоже может эволюционировать и достигать чего-то а вот выбор человек делает для себя принципиально однозначный то есть мы как эволюционируясь и эзотерики выбираем для себя выбор или делаем для себя выбор больше эволюционирования такого высокодуховного люди же обычные которые живут в этой жизни выбирают для себя эволюционирования совершенно другое то есть отобрать и там проскритиковать оскорбить забрать и это тоже имеет место быть все это на пути к выживанию поэтому каждый человек имеет право выживать и конечно же каждый человек имеет право жить и выбор мы можем сделать сторону эзотерики потому что так легче